Девушки отдыхают 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 Но опять-таки у профессиональных атлетов это очень строго, то есть подводиться под пик нужно аккуратно. На самом деле две недели назад, когда должен был быть турнир, у меня форма была лучше, потому что пикировали с моим тренером нагрузку на эти дни. Ну, в принципе, удалось потихонечку-потихонечку выйти на площадку в хорошей форме. Субботний результат он позже и справжу в Волоне? Нет, сразу скажу. Недоволен в логлифте, недоволен в йоке. Йок немного не такой у меня. Есть нюансы, труба, там движение не то. Допустил ошибку техническую, поспешил, показал не очень результат. На логлифте, как я уже сказал, заболело плечо на первом подъеме, я рассчитывал на 6-7 подъемов, сделал 4. Ну, все остальные упражнения выиграл, поэтому там я доволен. Если все будет хорошо, то, наверное, Богатырь года, но опять-таки все зависит от нашего Каблина, от нашего, скажем, Министерства молодежи и спорта. Как дадут разрешение, где, как. Ну, это такие уже нюансы, скажем, больше политического характера. Ну, чтобы лететь на World Strongest Man, нужно, во-первых, чтобы открыли небо, это раз. А во-вторых, нужно понимать, что подготовка, скажем так, существенно затратна. Оценить свои силы трезво, оценить силы соперников. Если все будет складываться, обязательно нужно ехать, потому что у нас очень сильные ребята, на самом деле. Я вам это говорю, я в декабре вместе с Владимиром Рекшой мы были в Индии. Ну, не удалось мне хорошо выступить из-за травмы, но в целом я увидел, что украинские атлеты – это топ-3 на мире. Поэтому нужно бороться и дальше уже как повезет. Я не выступал, потому что из-за травмы, я же говорю, два года назад я разорвал сухожилие на ноге, я не успел по срокам выйти на те показатели, а ехать туда с статистом просто не захотел. Честно, опять-таки, Дмитриев, Андрюха, он меня младше, и когда я выступал, нет, там, пять лет назад, он только начинал, мне очень приятно, что ребята тянутся, очень приятно было его сегодня выиграть, потому что, когда я не выступал, он здорово прибавил. Вот, и если бы не он, я бы не бодался. Вот у меня была задача конкретно выиграть его, очень крепкий парень, я думаю, у него еще впереди все, но я ему расслабиться не дам, да, в принципе, никому, особенно с нашей категории. Я случайным образом стал тренером Виталия, я вообще до этого не тренировал, и это не моя профессия, тренер. Я обычный инженер, обычный инженер. Мы с Виталием познакомились в соцсети случайно, я просто хотел человеку помочь, он меня послушал, проконсультировал, когда мы тренировали становую тягу с ним. Позднее Виталик ко мне обратился с просьбой помочь его подготовить к чемпионату Украины. Вот, я вообще не ожидал такого запроса от него. Вот, я сказал, говорю, Виталик, хорошо, давай, какие будут упражнения, и будем начинать готовиться. Вот, и подготовка у нас к этому чемпионату Украины длилась 13 недель. Мы применили современный подход к тренировке, потому что стронгмен это не просто силач, это атлет в первую очередь. Мы переняли опыт тренировок спринтеров, бобслиистов, штангистов. Мы также переняли опыт тренировок всех атлетов, которые бегают, толкателей ядра и так далее. То есть мы все это попытались собрать воедино, для того, чтобы человек показал максимальный результат. И акцент делали на скоростных качествах атлета, что и показал он при контовке покрышки 360 кг, установив новый национальный рекорд. Вот, это блоковая периодизация. Могу точно сказать, что по этой периодизации тренируется известный мировой стронгмен Хафтер Бьернсон. Его тренирует австралийский коуч, австралийский коуч. Вот мы эту модель тренировки переняли и применили на Виталия. Я думаю, что это было применено в его карьере впервые. Ну вот мы получили результат. В первую очередь, если атлет сам ко мне обратится, я никому не хочу навязываться. И спросит у меня, я посмотрю на его качество и сам решу, могу ли я продолжать с ним работу, либо не смогу. Потому что это не только физические качества, тут должна быть, как объяснить, морально-деловые качества должны совпадать. Два человека, тренер и спортсмен должны друг друга понимать.